Творческий успех. В законодательном собрании Нижегородской области подвели итоги традиционного конкурса «Голос ребенка». В нем приняли участие дети и подростки от 7 до 17 лет, в числе которых также воспитники детских домов, интернатов и социально-реабилитационных центров. Впечатляет масштаб конкурса. В этом году на суд жюри поступило свыше 4000 творческих работ. Это сочинения и рисунки. Очень интересно, когда ребята небольшого, казалось бы, возраста, 10-11 лет, рассуждают очень серьезно на государственные темы. Дают советы депутатам, которым депутаты, в общем-то, прислушиваются порой, рассуждают о таких важных вопросах, как права человека, равенство всех граждан перед законом. Конкурс «Голос ребенка» в Нижегородской области проходит уже в 14-й раз. Вот только география участников одним лишь нашим регионом не ограничивается. Творческие работы присылают юные дарования чуть ли не со всей России. Среди номинантов также и дети из других стран. Уже давным-давно, много лет назад перешагнул границы Нижегородской области. Кто у нас только за это время не участвовал и не был победителем. И Москва, и Санкт-Петербург, и Коми, и Ереван даже дети участвовали. И даже в прошлом году ребята из Индии прислали работы. А в этом году у нас дети из Тюменской области, из Сургута, из Ростовской области, из Красного Сулина и Гукова. То есть вот это прекрасно, что дети обмениваются опытом творческим. И дети из других регионов России могут прочитать и посмотреть работу наших детей, увидеть, какие наши дети талантливые. Но наши дети, в свою очередь, на сайте могут посмотреть работы детей из других регионов. В этом году жюри конкурса определила победителей сразу в нескольких номинациях, таких как «Совет государственному человеку», «Закон основы нашей жизни», «Учимся мыслям творим», «У чистых рек среди лесов зеленых», а также «Работа, которую мы выбираем».